Тепловыделение устройств Важный момент И второй важный момент Это широкий диапазон уставок Которые можно применять В электронном реле перегрузки В данном случае Весь диапазон мощностей От 0 до 3 кВт От 0 до 7 А Двигательного тока Или до 10 А Если мы применяем Эти пускатели с активной нагрузкой Нагревателями Лампами накаливания Покрываются всего тремя Диапазонами Встроенных реле перегрузки Всего три номинования Как на этой картинке показано Удобнее группу таких пускателей Защищать Грубовым автоматом защиты От короткого замыкания И для централизованного ввода питания Выпускаются вот такие шинки Которыми Можно набрать несколько Двигательных пускателей И один раз ввести питание На группу двигательных пускателей Дальше сюда Отходит Питание На двигатель На удобство При монтаже этих устройств Также влияет, например, то, что Здесь применено логическое разделение Все силовые цепи Входящее питание Отходящее на двигательный фильтр Находятся снизу Все контрольные цепи Подводятся сверху При этом Клемники И вторичных И силовых цепей Опять-таки Являются съемными При необходимости Замены устройства Снимаются Клемники Меняется тело Клемники Можно защелкнуть на место Не производя Перекоммутацию Силовых И вторичных цепей Следующий тип устройств Я Как бы Что-то подзадерживаюсь Это Устройства плавного пуска Наша компания Является одним из лидеров Выпуска И Производства И продажи Устройств плавного пуска В первую очередь Я думаю Благодаря Грамотному Разделению Групп этих устройств По Группам Требований К применению В которых Они применяются Это Устройства Для стандартных Условий Применения 3RW-30 3RW-40 И Многофункциональные Устройства плавного пуска 3RW-44 Которые Позволяют Устройствам Плавного пуска В ряде случаев Реализовывать Функционал Которые обычно присущи Старшим братьям Частотно регулируемым Приводам Сейчас чуть подробнее Расскажу Опыт показывает Что в большинстве Применений В том числе Маломощных Двигательных Фидеров Чаще всего От плавного пуска Требуется Совершенно Минимальный Функционал Просто Плавный Пуск И устройства 3RW-30 Представляют У себя Просто устройство Просто Плавного Пуска Здесь есть Всего лишь Два потенциометра Которые Регулируют Начальное Напряжение И время За которое Линейно Нарастает Напряжение От Установленного Порога До сетевого И все Останов Производится Выбегом В большинстве Применений Там Насосов Вентиляторов И так далее Этого Функционала Вполне Достаточно Устройство Получилось Экономичным Компактным С малым Тепловыделением Небольшого Размера Поэтому Выгодно Применять Там Где нет Особых Требований К двигательному Фиду В то же время Следующий тип Устройств Это устройства Плавного Пуска 3RW40 Они Выпускаются Также В плане Линейки Sirius Innovations Но Зашли Дальше В своем Развитии Чем Контакторы Автомата Защиты Двигателей Или Перегрузки Они До С3 Типа Размера Выпускаются Уже В линейке Sirius Innovations До 55 Больше 55 Киловатт До 250 Киловатт Устройства Плавного Пуска 3RW40 Выпускаются Еще В классической Линейке Sirius Classic В отличие 3RW30 У них Появляется Дополнительный Функционал Встроенные Электронные Реле Перегрузки Встроенная Функция Самодиагностики И защиты Теристоры Этих Устройств Плавного Пуска Вмедрены Собственные Теристоры И Если Затянулся Пуск Или превышается Количество Пусков В час Устройство Плавного Пуска Не дает Сжечь Теристоры Производит Отключение Дает Возможность Тоски Важным Моментом Является Регулировка Токоограничения Чаще всего Устройство Плавного Пуска Действительно Используется Там Где нужно Уменьшить Ударные Нагрузки На установку Или на сеть Соответственно Здесь есть Возможность Установить Предельный Ток Который Устройство Плавного Пуска При запуске Двигателя Не должно Превышать Соответственно Если Оно Разгоняет Двигатель И видит Что Не укладывается С этим Током В то Время Которое Задано Оно Искусственно Растягивает Рамку Запуска То есть Токоограничение Является Приоритетным Над Временем Пуска Установка Параметров Где Держится Установка Производится С помощью Потенциометров На Передней Панели Здесь Даны Потенциометры Время Торможения Время Пуска Начальное Напряжение Токоограничение И Регулировки Которые Относятся К встроенному Реле Перегрузки Это Уставка Тока Срабатывания Реле Перегрузки И Установленный Класс Срабатывания Для устройств 3RW-40 Это От 10 До 20 Вопрос Можно Вот То Что Это 3RM-1 А 3RM-1 Они Сами По Аналогии Со стартерами Не затягивают Пуск Нет Там Просто Только Тиристорный Контактор Да Если устройство Плавного Пуска Рассчитано На то Что Можно Будет Долго Запускать Двигатель Там Помутация Практически Есть возможность Устанавливать Крышечку Которая Плавируется От Несанкционированного Доскопа А класс Защиты Какой IP У них Есть IP 20 Насколько Я помню Да Там Есть Возможность Применить Рамочные Зажимы Или Снять И Будет Шинные С С Меньшим Важный Вопрос Устройства 3RW-30 И 3RW-40 В них Применено Двухфазное Управление Пуском Две Фазы Являются Управляемыми С помощью Симистора Третья Проходит Через устройство Плавного Пуска Напрямую Ну Как просто Кусок Кусок Шины Если Посмотреть На схему Как бы не был Включен двигатель Треугольником Или Независимой Звездой В принципе Понятно Если мы управляем Двумя фазами Мы управляем И третья Они взаимозависимые И Ну Явно видно Выгоды Да То есть Если вы Используете Вместо трех Два полупроводника Это значит На один полупроводник Меньше Установить Можно Устройство Сделать Компактнее На один полупроводник На один Меньше Охлаждать Ну В конце концов Стоимость устройства На один полупроводник Дешевле Но Не все Производители Имеют возможность Выпускать Устройство Плавного пуска С двухфазным управлением Пуском Здесь вмешивается Физика При Если кто слышал Скажем Выпадение фазы При пуске Это Ощущается Акустический Человек Грудью Чувствует Вот этот Значит Акустический Шум Который Вызывается Расклон Тока В связи С переходными Процессами С Опериодической Составляющей Которая Возникает Ну Соответственно Это приводит К Прежневременно Износу Обмоток Двигателей И так далее В наших устройствах Плавного пуска Применена Патентованная Опять же Система Polarity Balancing Баланс полярности Которая Позволяет При Двухфазном управлении Пуском Полностью Нивелировать Вот эти Последствия Переходных Процессов Таким образом Что если посмотреть На диаграмму Развития Пускового тока Видно Что она выглядит Таким же образом Как если бы Проводился Пуск С полнофажным Управлением Пуском Такая Технология Применена В устройствах 3RW-30 3RW-40 Что касается Вот этих Многофункциональных Устройств Плавного пуска 3RW-44 Они выпускаются В 5 типоразмерах До 710 кВт И до 1200 кВт То есть До 1,2 мВт Дисковольтных Двигателей При подключении Внутри Треугольника Что это значит? В устройствах Плавного пуска 3RW-44 Как раз Осуществлено Полнофазное Управление Пустом И Измерение Токов И напряжений Также ведется По всем Тремфазам С одной С одной С одной С одной С одной С другой Это позволило Реализовать Как стандартную Схему Включения В линию Ну например Треугольником Как здесь Показано Для удобства Просто исключены Байпасные Контакты На самом деле Во всех устройствах Плавного пуска Они имеются Но не важно Так и Реализовывать Схему Включения Внутри Треугольника Где Полюса Устройства Плавного пуска Включаются Последовательно С обмотками Двигателя И это Позволяет В ряде Случаях Ощутимо Сэкономить На стоимости Устройства Плавного пуска Особенно На приводах Высокой мощности Где Стоимость Самого привода И стоимость Устройства Плавного пуска Составляет Ощутимую сумму Есть возможность Понятно Ток-то меньше Да При таком способе Включения Выбирать Устройство Плавного пуска Не в 100% Номинального тока А в 58% Номинального тока То есть Скажем Даже на типоразмер Меньше Ну и Кроме того Поскольку Управление Измерения Производится По всем Трем фазам В этих устройствах Удалось реализовать Такие Дополнительные Функции Как я говорил Которые часто Бывают присущи Их Более старшим Братьям Частотно Регулированным Приводом Это В том числе Например Контроль Пускового момента Где есть Возможность Задать Не ограничение Даже Пускового тока А ограничение Пускового момента И устройство Плавного пуска На двигателе Будет его соблюдать Торможение Инжекции Постоянного тока То есть Динамическое Торможение Двигателя Двигателя Осуществлять С помощью Устройства Плавного пуска При пусковой Прогрев Обмоток Скажем Если двигатель Установлен Где-то В условиях Низких Температур Прогрев Режимы Ползучих Скоростей Устройство Плавного пуска Имеет Возможность Эксплуатировать Двигатель На Неноминальных Скоростях То есть Ну Это Не Изменение Частоты Как у Частотника А это Возможность Скажем Не каждую Полуволну Пропустить И Из 50 Гц Сделать Например 25 Применяется Скажем В крановых Применениях Там При позиционировании Например Таким Вот образом При этом Постоянно Задельствуют Получаются Ну В режиме Ползучих Скоростей Да На Номинальных Режимах Байпассируются Сухими Контактами Вот Соответственно В отличие От 3RW-30 И 3RW-40 Параметрирование Аппаратов Уже Не поместится Столько потенциометров Сколько есть параметров Поэтому Это делается С помощью Дисплея На дисплей Можно выводить Измеренные Значения Там скажем Энергии Или Токов По фазам Есть Возможность Подключить Панель Оператора Выносной Такой же Дисплей С такими же Кнопками На Скажем Дверцу Шкафа Вот И Параметрирование Этих устройств Плавного пуска В том числе Например Клонирование Профайла Можно Производить С помощью Специального Программного Обеспечения SoftStarter ЕС Вот Ну Это Я как бы Кратенько Рассказал О Том Что В принципе Входит В линейку Оборудования Отдела Пускорегулирующей Аппаратуры Обещал Отдельно Рассказать Об устройствах Симокод Система управления Двигателями Симокод Про Это Если рассмотреть Например Стандартный Двигательный Фидер Его На данном Примере Скажем Реверсивный Двигательный Фидер Имеются Контакторы Имеется Некая Защита От Перегрузки Есть Возможность Передать Систему управления Диспетчеризацией Какие-то Сигналы О состоянии Скажем Двигательного Фидера Включен Отключен Сработал По аварии И так далее Для того Чтобы Это реализовать В стандартном Виде Монтажник Собирает Некую схему Управления Которая Включает В себя Ряд Допустим Реле Каких-то Кремников Кремников Проводников И так далее Вот Но Если Нам потребуется Передавать Больше Данных Скажем Еще И там О направлении Вращения И о Толках Которые Протекают Через двигатели И еще Что-то И еще Что-то То Вот Эти Традиционные Технологии С сухими Контактами С датчиками Они превращают Вот этот Объем Данных В толстый Пучок Проводов Которые Мы должны Систему управления Диспетчеризации Передать И сама Система управления Которую Собирает Монтажник В качестве Отвязки Этого Двигательного Фидера Начинает Занимать Много Места Усложняется Для того Чтобы решить Эти проблемы И применяется Система Симокод Уникальное Устройство Которое Выпускается Только Нашей Компанией Это Опять-таки Является Локомотивом Если В проекте Заложено Устройство Симокод Значит Никакими Другими Устройствами Заменить Функционал Этих Аппаратов Нельзя И здесь Автоматически В этом Проекте Будет Работать Оборудование Симец Вот это Устройство Позволяет В одном Аппарате Сосредоточить Свойства Как бы Защиты Обмена Данными И управления Причем Защиту И обмен Данными Осуществить В настолько Большем Масштабе Чем Посильно Любой Вручную Собранной Системе Управления Что Становится Фактически Невозможным Реализовать С помощью Обычных Устройств При этом Сам Функционал Вот Этой Схемы Управления Задается С помощью ПО Внутри Устройства Симокод Таким Таким Удобным Деревом Функции С помощью Выпадающих Меню Расставления Галочек И так далее Либо Если кому Привычнее Программировать В среде Функциональных Модулей Есть Графическое Поле Для Программирования Устройств Симокод На текущий Момент Устройства Симокод Представлены Четырьмя Различными Моделями Начиная От самого Простого Симокод PRO-C C от слова COMPACT Это Устройства Представляющие Из себя Только Базовый блок И модуль Измерения Тока Это Готовая И Система Контроля Защиты Управления Двигателями И Заканчивая Симокод PRO-VPN V от слова V-REGUL Это Расширяемая Система С помощью Дополнительных Модулей Которые Позволяют Реализовывать Дополнительный Функционал А Муковки PN Свидетельствуют О том Что Эти аппараты Имеют Возможность Коммуникации По Шине Данных Профинет В отличие От Профибас Которыми Оперируют Модели PRO-C PRO-S И PRO-D На этот Год Намечен Выпуск Устройств Симокод PRO-VIS Коммуникации По шине Данных Модбас RTU И Модбас 50 Если кому Интересно Могу Потом Дать Есть Такая Удобная Анимашка Которая Позволяет Повозиться И Посмотреть Возможности Различных Как бы Устройств Относящихся В гамме Симокод Вот скажем Если взять Симокод PRO-S Можно нажать На Каждый Из Функциональных Модулей Например Базовый Модуль Посмотреть Его Возможности Базовый Модуль Обычно Включает 4 Дискретных Входа 2 выхода Вход для Термисторной Защиты И коммуникацию По шине Профибас Можно Подключить Панель управления Со Свободно Параметрируемыми Кнопками Светодиодами Для того Чтобы Назначить Какие-то Действия И Загорание Светодиодов На события Это устройство Может быть Расширено С помощью Одного Многофункционального Модуля Который Позволяет Получить Дополнительные Выходы Функция Защиты От Замыкания На землю И Подключение Одного Температурного Датчика Возможности Симокод PRO-V Значительно Шире Сейчас К сожалению У меня нет Времени Подробно Останавливаться На этих Возможностях Рассказывая Дальше Об устройствах Симокод Я коснусь Вот этих Разработок Последних Последнего Года Это Симокод PRO-VPN Симокод PRO-S И такого Интересного Устройства Как Инициализационный Модуль Устройство Симокод PRO-VPN С коммуникацией По шине Данных PRO-VPN Его преимущества Связаны В первую очередь Именно с коммуникацией По PRO-VPN Которая Позволяет Реализовать Множество Дополнительных Функций Сейчас Не будем Весь этот текст Читать Я сосредоточу Внимание Ваши Ваши Например На Слове MRP PROTOCOL Media Redundancy PROTOCOL Или Система Резервирования Значит Встроенный Веб-браузер И OPC UA Сервер Встроенный В чем Идея Стандартное Применение Устройства Симокод В системах Управления Имеется Контроллер Управляющей Системой Есть устройство Симокод Которое Осуществляет Связь С контроллером И скажем С неким Компьютером Имеющим Установленное ПО Для параметрирования По шине данных Будь то Профинет Или Профибас Вот Значит С такого Компьютера Осуществляется Параметрирование Устройства Симокод Но Если мы Применяем Симокод PRO-VPN То Любой Компьютер Который Подключен К той же Сети Или Если имеется Шлюз Вовне То Из любой Точки Мира Через интернет По IP Адресу Можно подключиться К устройству Симокод И даже На компьютере На котором Не установлено Дополнительного BO Типа Симокод ES И так далее С помощью Встроенного Браузера Получить Возможность В зависимости От вашего Пароля Либо Считать Данные С устройства Симокод Либо Осуществить Управление В том числе Включить Отключить Двигатель Если Кто Знаком С ПО Симокод ES То Идеология Как бы И выглядит Это примерно Так же На Встроенном Веб-браузере OPC UA UAClient Позволяет Осуществить Очень простое Программирование Параметрирование Человека Машинных Интерфейсов Это Открытый Протокол Поддерживаемый Не только Siemens Но и Другими Производителями И позволяет Буквально Драгон Дропом Перенести Готовые Модули Там Скажем Индикаторы Кнопки управления И так далее При Программировании Человека Машинных Интерфейсов Например Там Сделать Индикаторы Уровня Температуры Там Или Кнопки На Тач-панели Которые Управляют Двигательным Фидером Что касается Резервирования Здесь Опять-таки При Применении Устройств Simakod Pro VPN На каждом Из них Имеется Два RG45 Порта Что позволяет Ну вот скажем Если взять Систему построенную На профибас Она имеет Лучевую структуру Скажем Имеется контроллер Который управляет Рядом Устройств Simakod С помощью Шины данных Профибас В случае Обрыва Связи Устройства Которые Находятся За обрывом Они позволяют Автономно Продолжать Работать Осуществлять Локальную Автоматизацию Управлять Двигательным Фидером Но Связи С центральным Контроллером Нет В случае Применения Profinet Есть возможность Закольцевать Структуру И при Обрыве Связи Система Тут же Находит Обходной Путь Сигнализирует О том Что происходила Авария Но устройства Которые Находятся За обрывом Не остаются Без Коммуникации С центральным Процессором Про устройства Simakod Pro S Я уже Рассказал Основная Идея В том Что Это устройство Уже Выпущено Во-первых В цвете Линейки Sirius Innovations Во-вторых В общей Концепции Опять-таки Оно Стало Более Компактным Его Базовый Модуль Имеет Ширину Не 45 А 22 С Половиной Миллиметра И По Сути Своей Функционал Устройства Pro S Должен Был Заполнить Нишу Между Простым Функционалом Pro C И более Дорогими Устройствами Pro V С помощью Базового И дополнительного Модуля Заполняется Как раз Вот эта Функциональная Ниша Но Если используется Только базовый Модуль С модулем Измерения Тока То по стоимости Устройство Pro S Перейдет Сюда Семакод Pro S Обладает Тем же Функционалом Pro S Его можно Расширить Одним Модулем Многофункциональным Модулем И установить Программируемую Панель Оператора И так далее Следующий Важный Момент Сегодня Мы уже С коллегами Обсуждали Его Это Инициализационный Модуль Представляет Себя устройство Фактически Память С четырьмя Проводками Вот И Эта память Устанавливается Стационарно Внутри Шкафа управления Двигателями Фактически По сути своей Представляет То же самое Что зеркальный Винчестер Например У компьютера В любой момент Времени Если мы Изменяем Программу Внутри Устройства Семакод Такая же Содержится Внутри Инициализационного Модуля И в чем Идея Если представить Себе Скажем Шкаф управления Двигателями Есть модуль Отвечающий Допустим За какой-то Вентилятор Модуль Отвечающий За Насос Еще там Какую-то Мешалку Представим себе Ситуацию Что допустим Выходит Из строя Модуль В этот момент Обслуживающий Персонал Должны его Достать Установить Новый Модуль Принесенный Со склада Но проблема В том Что Симокод Внутри Этого Модуля Пустой В нем Нету Программы Нету Алгоритма Работы Адресов И так далее То есть Инженер Должен сделать Еще одно Действие Либо подключиться К компьютером Залить Или запрограммировать Профиль В устройство Симокод Либо Либо с помощью Фишки Флешки Перенести Туда Программу При использовании Инициализационного Модуля Как только Мы Новый Модуль С устройством Симокод Установили В ячейку Тут же Программа Из Инициализационного Модуля Переносится В устройство Симокод Таким образом Программирование Автоматизируется И Для персонала Которые Обслуживают Электроустановку Нет необходимости Дополнительной Компетенции По Параметрированию Устройств Симокод Любой сменный Электрик Как просто Железо Берет Новый Модуль Закатывает На место И тут же Установка Работает Как ни в чем Не бывало Если мы Даже Меняем Например Один Модуль С другим То Инициализационный Модуль Тут же Меняет Программу И соответственно Этот Продолжает Работать Точно Так же С вентилятором Этот Точно Так же С насосом Это Очень удобный Функционал Который Позволяет Значительно Проще Сделать Эксплуатацию Электроустановок Которых Устанавливается Устройство Симокод Условно Говоря Раньше Возможности Параметрировать Симокод Было С помощью Контроллера С помощью Человека Машинного Интерфейса С помощью Компьютера С установленным Специально ПО Либо Клонировать С помощью Флешки На передней Панели Сейчас Еще Одна Возможность Это Инициализационный Модуль Аппарат Аппарат Осуществляется С помощью Замены Обычного Шлейфа На Такой Уобразный Шлейф При Применении Инициализационных Модуль Компьютера